Закон, который предусматривает льготы для пожилых людей, президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Документ дает право не платить за капремонт одиноким пенсионерам в возрасте от 80 лет. На 50-процентную скидку могут рассчитывать и те, кому исполнилось 70, и они живут одни. Такие же условия предусмотрены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако, вводить или не вводить такие льготы, и каким в итоге будет их размер, должны решить сами регионы. Правда, как говорят специалисты, некоторые пенсионеры в тонкостях закона пока не разобрались. Многие пенсионеры буквально поняли и перестали платить. У них формируется долг, потом будут платить пени. Но надо нам всем вместе разъяснять очень внимательно, что освобождение быть не может. Все говорят о предоставлении льгот. Это значит, что вы получите квитанцию, в которой, как и на все жилищно-коммунальные услуги, стопроцентное начисление, но на оплату этого взноса вам перечислят деньги на персонифицированный счет. Кроме того, документ, который должны рассмотреть краевые депутаты, еще только разрабатывается. И на то, чтобы ввести такие льготы, нужно предусмотреть средства в региональном бюджете. А это непростой процесс. Поэтому вместе с вопросом о введении льгот для пожилых людей специалисты поднимают еще один. Об изменении размера взносов за капремонт на 2017 год для остальных собственников. О какой сумме идет речь, пока сказать сложно. В феврале вместе с коллегами из регионального оператора Министерство строительства ЖКХ будет просчитывать и предлагать правительству к утверждению этот размер. Больше он будет либо меньше, либо на сколько. Сейчас сказать не могу, потому что в первую очередь, безусловно, мы будем оперировать уже результатами фактической стоимости, которые мы проводили в 2015 году. А это реальные проекты, которые делали проектировщики. Необходимость повышения ежемесячных платежей специалисты объясняют еще и тем, что цены растут, а вместе с ними растет и стоимость работ. Подрядчики, в свою очередь, настаивают на то, чтобы ремонт выполняли квалифицированные рабочие с использованием качественных материалов и новых технологий, нужны деньги. Не позволяет эти 6-8 рублей обеспечить качественную работу на объекте и выполнить их в полном объеме. Поэтому здесь надо или привлекать другие средства для капитального ремонта, чтобы они в полном объеме обеспечивали финансирование этих работ, или увеличивать плату. Здесь это, конечно, вопрос для обсуждения и должно приниматься и на уровне правительства, и с участием граждан, которые являются плательщиками. Мы говорим о повышении размера платы на 30 копеек. Если в этом контексте он будет рассматриваться, это тот размер, о котором можно говорить, но при одном условии, важном условии. Те нормы, которые предусмотрены федеральным законом, подписанным президентом, о том, что необходимо людей в возрасте старше 80 лет полностью освободить от взносов на капитальный ремонт, людей старше 70 лет предоставить им льготу в размере 50%. После того, как эти нормы будут введены, только после этого можно рассматривать вопрос о повышении размера платы на капитальный ремонт. Без утвержденного размера платежи региональный фонд не сможет составить список домов, в которых будут проводить капремонт в следующем году. Так что решить этот вопрос необходимо уже сейчас. И о том, будут ли введены льготы в нашем регионе, станет понятно в ближайшее время. Алина Штоколова, Максим Галат. Новости. Продолжение следует...